Я постараюсь тогда на более важных моментах остановиться, потому что уже на самом деле было сказано очень много из того, что я собирался говорить. Почему мы собираемся? Потому что на сегодняшний день рак легкого является очень важным в структуре онкологической заболеваемости. Ежегодно более полутора миллионов новых случаев регистрируется рака легкого и порядка 1,2 миллиона смертности от данного заболевания. Причем к 2035 году прогнозируется рост практически до 3 миллионов смертности от рака легкого. С чем это связано? Это связано с тем, что курение является основным металлогическим фактором. И опять-таки по международному атласу курения мы видим увеличение количества курящих лиц. Сейчас в настоящее время в связи с этим прогнозируется и увеличение заболеваемости и смертности. Причем сейчас азиаты выходят на первое место и разговаривая с хирургами с Азии, они сейчас докладывают о том, что в день они выполняют по 50-60 лобоктомий. В то время как в наших центрах 50-60 лобоктомий – это полгода или год работы. Выживаемость пациентов действительно неутешительная даже при первых стадиях. Именно поэтому хирурги ищут помощи у химиотерапевтов, и химиотерапевты тоже нуждаются в хирургах. Первая стадия рака легкого, вторая стадия рака легкого действительно основным методом на сегодняшний день является хирургический. И вот звучала дискуссия по поводу того, необходима лимфодисекция или нет. Так вот, согласна стандартам Европейской организации таракальных хирургов на сегодняшний день. Если опухоль локализуется справа, мы должны хирурги удалить вторую группу, четвертую группу паратрахиальных лимфоузлов, бифоркационную седьмую группу, параэзофагиальная восьмая, девятая лягочная связка и корень легкого. Если опухоль локализуется слева, то удаляются лимфатические узлы артального окна, паратрахиальная группа, бифоркационная, опять-таки параэзофагиальная, нижняя лягочная связка и корень легкого обязательно. Как это выглядит? Это наши слайды, мои. То есть, трахея, это справа, возвратный нерв, аорта, полая вена, азигаз. То есть, полностью должно быть удалена клетчатка, лимфатические узлы вот этого пространства. Это бифоркационная зона спереди, так выглядит после лимфодисекции. Это лимфодисекция корня легкого, вы видите, полностью оголены сосуды, бронхи, здесь не должно оставаться увеличенных и даже не увеличенных лимфоузлов и клетчатки. Аорта, это мы видим правый главный, левый главный бронх, бифоркация полностью оголена. Иногда приходится удалять лимфатические узлы, можно так сказать, с противоположной стороны, это N3 уже даже категория, это вены и перикард. То есть, тотальная лимфодисекция средостения со стороны поражения является на сегодняшний день обязательной, даже если мы не знаем, есть там пораженные лимфоузлы или нет. Сэмплинг не допустим, только если мы имеем слабого пациента. Причем, если хирург владеет техникой лимфодисекции, то действительно, как говорил Александр Сергеевич, не будет количества осложнений превышать такое, как без лимфодисекции. По поводу неодювантной химиотерапии. На сегодняшний день это является стандартом, и мы видим большое количество исследований, которые подтверждают эффективность неодювантной химиотерапии, хотя hazard ratio 0,87. То есть, нужно правильно отбирать пациентов для этого лечения, наверное. Кривые Коплан-Майера также демонстрируют эффективность неодювантной химиотерапии. И опять-таки, в исследовании НРОК на 2018 год показано, что наиболее эффективно неодювантной химиотерапии является у пациентов с Н2 статусом. Но опять-таки, Н2 статус – это довольно такое понятие интересное. Почему? Потому что определение метастазов в Н2 лимфатических узлах, мне кажется, это является такой камень предпровения в современной онкохирургии, онкологии. Почему? Потому что даже в зарубежных лабораториях и клиниках выполняются 3 среза, 5 срезов с одного лимфатического узла. Если это лимфатический узел 3-4 сантиметра в диаметре, даже если это 1 сантиметр в диаметре, срез 5 микрон, можно просто не попасть банально в микрометастаз. Поэтому определяются только банальные, такие уже конкретные метастазы в лимфатических узлах. Но при Н2 статусе положительном, действительно, неодювантная химиотерапия наиболее эффективна. В качестве этот слайд уже демонстрировался, действительно, платина, содержащая химиотерапия, эпиметриксет для несквамозных раков, это на сегодняшний день стандарт. Причем карбоплотин меняется, если пациент имеет сопутствующую патологию. Интересный очень момент, хочу на них сакцентировать, что эффект от неодювантной и одювантной химиотерапии, особенно неодювантной, очень сильно зависит от того, сколько курсов пациенту удалось провести. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько крепкий, скажем так, пациент. Мы видим, что в исследованиях, которые на сегодняшний день есть, процент полного проведения 4 курсов химиотерапии запланирован, он достаточно небольшой. И от 45 до практически 75% пациентов не получают необходимого количества курсов химиотерапии, в связи с чем невозможно после выполнения R0 радикальных резекций. Наиболее часто встречающиеся побочные действия химиотерапии – это нейтропения, слабость, тошнота, рвота, повышение трансаминаза. Исследование интересное Бепплеров, который проводил неодювант с помощью пиметриксета и гемцитабина, и он отмечает, что 87% пациентов ему удалось провести полные курсы химиотерапии. То есть это допустимая опция, несмотря на то, что платина и какие-то препараты являются стандартом. Но, тем не менее, это исследование показывает, что возможно проведение такого курса химиотерапии и с таким очень высоким комплайнсом. В этом же исследовании он показывает, что общее количество объективных ответов 35%, это complete response, partial response и стабилизация 60%, всего лишь у 6% прогрессия болезни отмечается. Еще очень интересный вот этот слайд – это количество R0 резекций. То, что очень важно для хирурга понимать, потому что именно радикально выполненная операция, она позволит пациенту дольше жить. При схеме цисплатин-венбластин, по данным 1991 года, это 18% R0 удается получить. Карвоплатин по клеткам СЛ29 и на сегодняшний день, опять-таки, также нарухно, это 40% R0 резекций. Адювантная химиотерапия также на сегодняшний день доказала уже свою эффективность, хотя по данным метаанализов, в принципе, 5-7% дают общий эффект от данного вида лечения. Наиболее часто, опять-таки, используются схемы с платиной. Хочу обратить внимание именно на вот эту последнюю строку. Мы видим, что нитропиния ГРАИ-3,4, то есть, опять-таки, общее количество проведенных курсов химиотерапии, она составляет при применении пиметрикс этой платины у неплоскоклеточных пациентов карцином 10%. То есть, этот показатель нам демонстрирует, что использование вот этой схемы у пациентов с аденокарциновами позволяет провести полное количество курсов и, может быть, повысить вот этот процент 5-7%. Потому что, на самом деле, в очень многих исследованиях непонятно, сколько процентов получили полное количество необходимых курсов. И то, что показывала Цена Сергеевич, это гемцетабин с платиной и пиметриксет при плоскоклеточных и аденокарциноме. Ну, 80% пациентов все-таки у нас имеют запущенные формы болезни. И для этих пациентов, конечно же, определение драйверных мутаций является таким ключевым моментом в выборе оптимальной тактики лечения. Ярослав Васильевич вчера говорил о EGFR, статусе, сегодня ALK. Я думаю, сегодня я, в общем, быстро пройдусь тогда по этим моментам, чтобы не забирать время. И так будет, мне кажется, правильнее. Это распространение мутаций в различных регионах нашего мира. Мы видим, что в Европе, в Соединенных Штатах Америки и Азия совершенно разное количество мутаций. И это обусловливает, собственно говоря, эффективность различных видов терапии. И таргетная терапия. Первым у нас был Бевоцезумаб, потом Орлатиниб, Гефитиниб, первое поколение ингибиторов Тирозинкиназы, GFR, затем Афатиниб и так далее. Собственно, это слайд начала таргетной терапии. Использование Бевоцезумаба в 2006 год. Увеличение общей выживаемости Каплан-Майера, кривые показаны. И Хартрейши 0,79. Статистически значимый ММП. Это механизмы пропустим. Опять-таки, про мутации сегодня уже много было сказано. Действительно, ингибиторы Тирозинкиназы, они работают лучше при наличии этих мутаций. И опять-таки, второе-третье поколение при наличии мутации 790М, использование Семертиниба. Клиническая связь. Вот этот слайд хочу подчеркнуть. Что мы можем, в принципе, по клиническим данным определить уже наличие или отсутствие мутации GFR. То есть, чаще мутации встречаются у женщин. 42 против 14. У пациентов, которые никогда не курили. Считается, что менее 100 сигарет до жизни это не курили. 51% против 10. И у пациентов с аденокарциномой в сравнении с другими типами рака лёгкого. 40 против 3. Первое, второе, третье поколение ингибиторов Тирозинкиназа и GFR. Мы все это знаем. Ну и пройдусь по клиническим исследованиям, которые действительно показывают эволюцию таргетной терапии. Именно рецидивная выживаемость увеличения у мутированных пациентов. Показано в исследовании Трибют. Исследование IDEAL тоже очень важное. И опять-таки исследование R-Latinib после прогрессии на плотиносодержащей химиотерапии показало свою эффективность. Исследование R-TAC, оно важно тем, что исследование проводилось в Европе. То есть, Франция, Италия, Испания. 42 центра. Включено 174 пациента. И показано, что даже в европейцев работают такие препараты. Каплан-Майер. И опять-таки плод выживаемости показано, что более эффективно R-Latinib. Показатели общей выживаемости при наличии мутации. То есть, и при мутации, и дилеции экзона 19 и L858R эффективно. Однако, при дилеции 19 зона немножко отмечается большая эффективность R-Latinib. Исследование IPAS, очень известное исследование, которое, собственно говоря, показывает, что при наличии GFR-мутации, гифетиниб более эффективен в сравнении с химиотерапией. И опять-таки, это кривые Каплан-Майера. Мы видим, что при наличии мутации, если гифетиниб более эффективен, чем химиотерапия, и наоборот, при отсутствии мутаций, он неэффективен. Вторая линия, фатиниб с плацебо, также более эффективен. Так буду быстро проходить, потому что времени, я так понял, мало, да, Руслан Васильевич? Еще одно очень интересное исследование LUX-3 и S6. При анализе выживаемости зависимость различных мутаций гена GFR отмечена при дилеции 19 зона. И это будет 21 месяц против 33 при наличии мутации. И в LUX-6 показано 31 против 18 месяцев. Также мы это видим все на тревые выживаемости. Первая линия с использованием ингибиторов GFR-терозенкиназы против химиотерапии. Это наиболее известное клиническое исследование, которое есть на сегодняшний день, которое также демонстрирует увеличение выживаемости. И осемертиниб, это третье поколение GFR-ингибиторов. Мы видим, что при наличии мутации вот этой вот T790M, которая, собственно говоря, показывает резистентность GFR первого поколения, эрлатинибу и гефитинибу, именно использование осемертиниба позволяет получить статистически значимое улучшение выживаемости пациентов. Это более подробное исследование описано. Эффективность, как мы видим, она очень значимая. Так, осемертиниб, платином, пентрексет. Мы видим, опять-таки, увеличение выживаемости пациентов при наличии мутации. АЛК-ингибиторы, это следующее, скажем так, я думаю, не буду останавливаться, потому что Ярослав Васильевич очень подробно объяснил и рассказал все эти вещи. Я хочу тогда остановиться на вот этих вот слайдах, чтобы показать, собственно говоря, аудитории, что не все так пессимистично. Онкология, если брать середину прошлого века и на сегодняшний день, продвигается, я считаю, вперед. Мы видим это увеличение выживаемости больше года, и это связано с появлением новых препаратов химиотерапия, затем таргетная терапия, пиметрексет, бевоцезума, перлатиниб, гефитиниб, асимертиниб на сегодняшний день. И вот такой я нашел интересный слайд, который показывает выживаемость пациентов. Сравнивалась пятилетняя выживаемость всей группы популяции рака легкого с 1986 год. И 2006-2008. К сожалению, не нашел я кривую, чтобы еще на сегодня сделать, но я думаю, она еще выше. И схема 2018 года – лечение распространенного рака легкого. То есть очень важно сквамозный или не сквамозный рак. Дальше определение драйверных мутаций. Если это EGFR, мы определяем мутацию в первой линии – это рлатиниб, гефитиниб, арлатиниб или асимертиниб. Вторая линия – это асимертиниб, либо платином, содержащая спиметрексет и плюс бевоцезума, минус. Третья линия – это платиновый дуплет пиметрексет плюс-минус бевоцезума и дотстексел плюс-минус рамутсиротениб. АЛК-рэрэнджмент – это первая линия алектениб-кризотениб или третья генерация АЛК-ингибиторов. И в третьей линии – это платиновый дуплет пиметрексет плюс-минус бевоцезума. И РОС-рэнджмент также кризотениб использования, вторая генерация РОС-ингибиторов плюс-минус пиметрексет бевоцезума и платиновый дуплет в третьей линии. При плоскоклеточном немножко другая схема лечения. Благодарю за внимание. РОС-рэнджмент – это департамент.